Седьмой год высшей лиги для Слуцка стал, пожалуй, самым непростым и в то же время самым интересным. Красиво начавшаяся в начале сезона 2020 история взлета и невероятной популярности превратилась постепенно в силу ряда причин борьбы за выживание. Команда на старте обрела многочисленную армию поклонников за рубежом. У Слуцкой появился новый гимн, а установку перед одной из игр давал Леонид Слуцкий. В сегодняшнем мире всем рулит дистанционное управление. Люди учатся дистанционно, все покупают дистанционно. Можно и играть в футбол, и тренировать команды дистанционно. Сегодня мне доверена честь вывести на футбольное поле одну из лучших команд Европы. На данный момент вторую команду в Европе из тех команд, которые продолжают играть в европейском футболе. И я безумно горжусь быть тренером Слуцким команды из города Слуцка. Итак, мужики, стартовый состав на сегодняшнюю игру. В зоне правого защитника Чебатаев пара центральных Куанда и Образов. В зоне левого защитника Друбила опорный полузащитник нижнего оборонительного плана Токулов. Атакующие центральные полузащитники Семенов и Козлов. Справа Белько, слева Умар Бала и атакующий игрок, нападающий Абдул Гафа. И значит так, мужики, играем против Витебска. У них несколько бразильцев в команде. Так вот, сегодня Семенов, Козлов, вы бразильцы, а не Вандерсан. Именно вы, бразильцы, вы крутите здесь все, играете тики-тапу. Радуйте многочисленных зрителей. От вас все идет. Семенов, не передерживай. Все вперед, все атака. Только Слуц и только победа. Только Слуц и только победа. О Слуцке много писали, О Слуцке много снимали. Сгладили? Начиная с восьмого тура, что-то не заладилось у нашей команды, которая некоторое время лидировала в чемпионате, а затем обосновалась внизу турнирной таблицы. Каким был сезон 2020 для СВК Слуцк? Немного цифр. Итак, в 29 проведенных матчах набрано 27 очков. 8 побед, 3 ничьи и 18 поражений. 31 мяч. Наши игроки забили, 55 пропустили. На старте Слуцк в 7 матчах заработал 16 очков. В остальных восьми только два. И за весь первый круг – 18. Забито 18 мячей, пропущено 23. После первого круга команда занимала 12 место. СФК Слуцк покинул главный тренер Виталий Павлов. Запомнился первый круг не только суперпопулярностью клуба, но и выездными победами над грандами белого футбола – «Шахтером» и «Динамо-Минск». «Ап ГОВОРИТ Так一個 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй круг Слуцк начал с новым рулевым. Александр Кончиц, работавший помощником Павлова, сменил его на посту главкома. Начиная с 19-го тура Слуцк проиграл 6 матчей подряд. Болельщики были опечалены и уходом ряда игроков. К матчу 26-го тура против Минска Слуцк готовил новый главный тренер Александр Бразевич. В его тренерский штаб вошел Александр Гуринович, случайнин, до этого тренировавший дубль, и Дмитрий Щеголькович, который выступал за Слуцк в 2016-2017 годах. Я уверен, что все получится, потому что я вижу, как ребята работают, я вижу, как они относятся к своему делу. И если вдруг у кого-то были сомнения из болельщиков, если вдруг у кого-то были сомнения, что команда непрофессионально относится к своим обязанностям, то это далеко не так. Поверьте, все будет хорошо, и, поверьте, ребята понимают, и очень опечалены с сложившейся ситуацией, очень хотят ее исправить, и будем всеми силами к этому стремиться. Выдержим? Выдержим, конечно. Есть молодые футболисты, есть футболисты, там меньше игравшие, да, будем давать шанс, и если потребуется ротация, будем использовать всех, и все заряженные, все хотят очень играть. Наша возьми? Наша возьми, конечно. В оставшихся шести матчах команда набрала шесть очков. Слуцк завершил чемпионат на 14-м месте. Во втором круге забили 13 голов, пропустили 33, набрали 9 очков. Трижды в сезоне вратаря Бориса Панкратова болельщики признавали игроком месяца, и трижды он был в тройке лучших, а также был назван лучшим игроком пятого тура чемпионата. Дважды лучшим выбирали наши болельщики Евгения Панасовича. Заждались на поле воспитанников Слуцка и так отреагировали на дебют игрока дубля в основе. На пьедестале побывал Егор Семенов, для которого игра с торпедо-белас стала сотой в вышке, а в третьем туре чемпионата его признали лучшим игроком. Новичок Дмитрий Сасин стал лучшим игроком октября. Игроки дублирующего состава Слуцка были в заявке на матчи не только на скамейке запасных. На поле выходили Андрей Рум, Михаил Сачковский, самый юный 17-летний Андрей Крень, играл Владислав Сычев, тренировались с Сосновой и были в запасе Кирилл Кладько, Игорь Михновец, Илья Мамай, Илья Вилич. В этом сезоне Илья Брановец порадовал болельщиков своей игрой. В девяти матчах сыграл Случанин, один из них Сухой. Четыре раза Илья выводил команду на поле с капитанской повязкой. И игроком сезона болельщики назвали его Илью Брановца. У вас запало, у местных, я так понимаю, больше, может, поэтому вы так рвете землю? Ну, блин, куда нам отступать? Родной город, в котором вырос здесь, вот на этом стадионе вырос, можно сказать. И как я могу плохо играть, как бы, что-то не получается, да, что-то... Ну, сама отдача, отдаюсь, как умею, как научили. Наш любимец Игорь Бабко, к сожалению, не так часто появлялся на поле. Но в стыковых матчах капитан сделал свое дело. Один из голов на его счету. А в высшей лиге он провел уже 145 матчей. Ну и о бомбардирах. В этом сезоне больше всего мячей забил ворота соперника Гафар Серима. 24 матча в чемпионате и 6 голов. Два гола в кубковых матчах и два в переходных. Артем Сердюк за 25 проведенных матчей забил 5 голов. Егор Семенов отличился 4 раза в 26 играх. Столько же забил Умар Мухаммед за 25 матчей в составе Слуцка. И один гол в переходных играх. Юрий Козлов в 21 игре трижды поразил ворота соперника. И он лучше по количеству ассистов. Их у него 6. Сулейман Каанда за 26 матчей забил 3 голов. В 8 последних играх сезона Дмитрий Сасин пробил последний рубеж соперников дважды. Итак, этот сладко-мучительный сезон завершен. 11 игроков уже покинули команду. Это Виталий Запрутских и повесивший бутсы на гвоздь Виталий Трубила, Артем Паникаров, Артем Сердюк, Дмитрий Сасин, Сулейман Каанда, Гафар Серима, Роман Кривулькин, Кирилл Алоян, Юрий Козлов, Сергей Русак. Сейчас тренерский штаб и оставшиеся игроки в отпуске. А уже 12 января они приступят к подготовке к следующему сезону. Очень надеемся, что футбол в Слуцке в следующем сезоне будет. И он будет радовать болельщиков, игроков, воспитанников детской и юношеской футбольной школы и их родителей и всех любителей игры номер один. Субтитры создавал DimaTorzok